Привет, мы из Украины. Виталя достает вкусные концепты. Что за херень? Я Ники купил целый пакет всяких сладостей. Сейчас Виталю ухочу. Кунтан как-то называется. Сейчас еще ей куча всего вкусненького. Она даже не ожидает принес. Сейчас у Виталика просто в машине лежит. Классная штука? Я спер одну конфету. Да бери еще, возьми еще. Возьми себе. Да возьми, я тебе говорю. Возьми, возьми. Да возьми, что ты такой стеснительный. Взял бы, блин, ты сейчас они тебе, знаешь, как понравится? Они вкусные, Виталин. Ты сейчас буду возвращать. Они очень вкусные. Сейчас попробуешь и скажешь просто, блин. Ну давай, я тебя сейчас просто жду, чтобы ты оценил. Ну что? Ну что, не разжевал? Ну вообще, чувствуешь вкусное или как? Ну или такая? Кокос. Я обожаю кокос. Вкусное. Ё-моё, она не любит кокос. Я забыл. Серьезно? Я ей купил конфеты, она не любит кокос. Отвечаю. Точно, она не любит. Она просто не любит кокос, блин. Охренеть, блин. Да? Нет. Ребята, вот что я ей купил. Смотрите, что тут еще очень вкусненькое, привкусненькое. Ну, она тоже ее как увидит. Ну, блин, бутыльки, смотрите, стоят. С помидорчиками, да? Постоим сейчас еще, да? Да. Да. Постоим. Хоть по... Воздухом подышать. Пока сирен нету. Заходили в ресторан, ребят, в Атлантиду кушали. Сказали первых этих страв. Ну, нету ни борща, ни супа, вообще ничего такого нет. Такое есть. Картошка, пицца можно заказывать. Говорят, только для беженцев, представляете? Говорят, две кастрюли наготовили повара, их полностью все разобрали. Очень много беженцев в нашем городе, особенно Харьков. Вообще Киев, пипец людей. Да? Вообще жесть. Одни машины, одни тачки. Слышите, у нас тревога. Ничего себе. Началось снова. И вот так вот постоянно. Постоянно. Жесть. Охренеть. Блин, оно так прямо на психику, короче, напрягает. Оно уже раздражает. Раздражает, да. Оно уже, знаешь, уже злость появляется. Опять. Постоянно. Я achthandан у этого thin, колкою thingyки. Три. Нигде плыва. Не 의�ffeeон. Поназ Wake. Какой, яgende. Тень. ку-ку вася вероника вагимировых а кто ну это сюрприз принес не на живот болит аккуратно чашка за все там еще есть вкусняшки ух ты тут порядок навела нормально тяжело мылись так разгребай очень чисто наконец-то блин посуды нету посуды вот они класс ура с первого день года чисто да ну что доставай это мы документом я тебе не с беконом брал брал то что ты любишь да я не кушаю такое как ты класс вас не знаю попробовал решил взять тебе такой воды попробовать мне лимонада не было понятно я тебе взял ты молочный шоколад а тебе взял я купил я знаю что с кокосом не ешь я виталику отдал и он и виталий владу короче нет я тебе взял а потом вспомнил что она кокосовая ты же не ешь она очень сладкая да она сладкая я так еще каких-то конфет я так ее не видела я не знаю надо попробовать мне кажется что они вкусные я так взял просто чуть-чуть попробую как-то шоколадная ночь это типа спортивная ну не знаю да кстати тебе может тоже таким может спорт батончике дорогие не дешевые но вкусно конечно я попробую потом с виталий посидел только что съем картошку и пиццу съели открываю себе потому что мы приехали из черкасс и да такой же сам я точно такую же пойду и картошку у них в меню только нету ничего кроме пиццы суши ну такое и алкоголь пиво только одно такое знаешь а что значит ничего нету а что ты хотел ну борщей нету вторых блюд нету говорю у вас первые блюда есть там борща нет говорит мы только варим для беженцев говорит две здоровенные кастрюли там слышишь прикинь по литров 50 наверное говорит а уже за сегодня нет я говорю что много беженцев да говорит очень много представь молодцы это магазины полные прикинь захожу в магазин ВТБ полный магазин все что хочешь есть полностью все вообще полностью все в каком тут в нашем ВТБ да в нашем есть полностью все ничего себе а закрыли уже пиво там? не пиво тоже там есть а ты же вчера говорил что последний день не 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 можно можно пиво виски коньяк все же продается кстати уже я читаю кроме разрешают разрешают только водку ну типа ну слабо алкогольные но виски продаются а почему виски продают а водку не продают в чем разница забрал машину свою? нет одежда была с Виталиком были ставили на учет а как же ты поставил на учет если вот так вот сейчас новые правила ставишь машину на учет и ждешь 4 дня пока с интерпола подтвердят что с ней все нормально и потом ты приезжаешь и тебе просто дают права прикинь этот проверил эксперт проверил все нормально все поставили мне просто приехать забрать номера и техпаспорт все прикинь можно ездить ребят да вот я вам хотел долго таил от вас эту тайну в общем мы с Виталиком ездили по машину машина пришла машину буду забирать машину сегодня я уже ставил на учет в МРЭО но так как военное положение у нас война в нашей стране приходится 4 дня ждать я оплатил все услуги полностью все пооплачен через 4 дня я просто могу на ней ездить в принципе я сейчас могу ездить сказали мне вы не выдали специальный документ на который я уже могу ездить но я не рискнула и оставил ее в черкасах всё там сделали уже так что ребятки скоро вы увидите автомобиль мой будет скоро тачка и наконец-то я уже буду на колесах потому что без машины вына очень сложно Потому что машина уже полностью поставлена на учет, но по нашим правилам, так как военное положение, надо 4 дня ждать. Вы приезжаете, платите все, заполняете регистрацию, идете к эксперту, эксперт ее смотрит, выписывает вам судебный документ, что судебный эксперт просмотрел ее, высновок, и потом вы ждете 4 дня, запомните все тех, кто сейчас в Украине. Сразу у вас не получится поставить, как раньше было на учет машину. И то сейчас ставится, по-моему, только первая регистрация, если я не ошибаюсь. Если у меня машина с Америки зашла, значит, вот это будет первая регистрация на территории Украины. То есть вы приезжаете, оформляете, оплачиваете, и 4 дня ждете, вам оставляете номер телефона, вам звонят по номеру телефона, говорят, приезжайте. Вы приезжаете, вам просто выдают техпаспорт и номера. Вы садитесь и едете. Вот так. Ну и классно. О, выказал картошку. Я сначала тебе взял с беконом, потом подбежал, говорю, ой-ой-ой, сори-сори, сори. Ну и говорю, там мне надо без бекона. Я ж не ем такое. Живот больше не стал? Ну, ну, нет. Он с 20-го, с 21-й недели быстро начнет расти. Угу, нормально. У меня же 19-го. А ты это знаете? Я сейчас не буду показывать живот, потому что все начнут говорить, что я в трусах, пока я тут хожу. Ну, ладно. А ты, говори, фруктовые, да, взяла? Угу. Вкусные, нет? Вкусные. Ну, я так и решил. Виталий говорит, нафига ты две бутылки берешь? Экономим. Я, говорит, а взял, чтобы уже определить, какое все-таки вкусное. Все экономные пипец деньги. Да, наверное, вот это будет больше. Да, я не знаю. Виталий, у меня конфетки и все. Я в шоке-мейшин. Ну, как, вот видите, как у нее месячные пошли. Это жесть. А что, ты прокладки не покупал? Дорого сейчас. Знаешь, сколько прокладки сейчас стоит? Война. Какие прокладки? А, нет, у нас магазин не полный, но с кучей прокладки. Ну, у нас, да. Подай мне селфетку еще. Как ты его рассыпь и разливала, это, так сказать. Я несла в руке и просто с руки выпадает и разбивается. Ну, это только у меня. Вот в пустой руке может разлиться, не разлиться, не пасть. Кетчуп. 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 Ты моя кошка, я твой бет. Вот не зря я его не люблю, и он у меня на тарасе. Ты хочешь мне предложить? Давай, предлагай. Хочу предложить варианты имя нашему ребенку. Давай. А у тебя есть какие-то варианты? У меня? Да. Вообще никаких. Я вот думала, сидела, ты будешь. Я думал, будет девочка, я думал, девочка. А за мальчиком? У меня была Тина, Аделина. И прикол в том, что даже мне уже нравилась и Тина, и Аделина. И Тина, и Аделина. Я уже даже... Почти соглашалась. Почти соглашалась на твои варианты. Тина, и Аделина. И еще была Мария... Нет. Нет. Ты говорила как-то как... Эмилия. Эмма. Эмилия, да. Да, ты еще говорила, тоже нормальный. Эмим. Мне нравилось. Да, мы соглашались. Хорошо, давай. Какие у тебя варианты есть мальчика? Ребят, помогайте, пожалуйста. Пишите мне комментарии обязательно. Ну, у меня необычные. В директы. Пишите в Инстаграме тех, кто может. Потому что, возможно, вы дадите нам такую вот, не знаю, такую искорку и назовете правильно ребенка, и нам понравится, и мы реально назовем. И вы войдете в историю, как помогли нам тоже назвать. Ну, давай, говори. Ну, давай. Мне нравится. Блин, я вот даже не хочу тебе говорить, потому что ты или рифм вот сейчас начнешь... Да давай, не будет никаких рифм, давай. Или будешь фукать или смеяться. Давай, окей. Мне нравится Эрик. Эрик? Эрик. Дальше. Нет, а что? Не, говори дальше. Я очень много ставок делала. Эрик Моралес из такой боксера очень хороший. Дальше. Дальше, Эрик, хорошо, дальше. Красиво или нет? Ты же мне говори, нравится. Нет, ты продолжай. Мне нравится, по идее, ребенок наш должен родиться под знаком гороскопа Лев. И мне нравится имя Лев. Угу, хорошо. Лева, Лев. Ну, Лев, а как? Разве говорю Шевченко? Хорошо, поехали. Нет, не нравится. Так ты говори, ты ослышишь бы. Лева, Лев, Эрик, Лев. Хорошо, дальше. Тебе не нравится? А дальше есть еще вариант? Конечно есть. Давай, дальше. Так ты говори, нравится тебе, не нравится, чтобы я для тебя... Так, если... Не, мне не то и не то не нравится. Эрик это чисто американское имя. Ну, так я не хочу обычного. Америка, Мексика там называют Эрики. Да я не хочу назвать ее. Эрики в основном полицейские. Коля, Вася, Саша. Лев? Ну, как-то слишком рррр, Лев. Так классно. Ну, не знаю, что-то мне не заходит. Ну, давай дальше. Я буду слушать все равно Ну все, тогда тебе не понравится уже дальше Ну давай, давай, дальше Мне нравится Герман Гера Гера, героин, ну такое что-то Блин, Женя, тебе вообще Невозможно что-то предлагать Я тебе говорю Ну Герман, Герман Ну что, ну это необычно Ну где ты слышал имя Герман? Я что? Ну я не хочу назвать Саша, Голя Претендент на Нобелевскую премию Дальше Даниэль Даниэль? Да Ну вот это из всех, что ты сейчас назвала Это вот самое ближе Но смотри, сокращенно на него будут говорить Даня Мне не нравится Его никто никогда не будет говорить Даниэль Он только будет по паспорту Даниэль А вообще будут все говорить Даня Сокращать, запомни, дальше Я подожду, пока ты начнешь предлагать Хорошо, давай, говори Доминик Доми 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 Ну все, я поняла Доми Я б сказал, а где еще? Дальше Женя, ну так не все Доми не нравится Не, ну я слушаю, я просто Давай, я Ну так тебе ничего не нравится Ну почему? Ну подожди Давай назовем тогда Саша, там Коля Ваша не будет Кстати, Александр мне очень нравится Нет, не будет такого Ну хорошо, дальше думаем Елисей Нам почти больше Ничего не нравится Елик, Елисей Елисей Ладно, дальше Это самое мое любимое Просто я молюсь на это имя Но тебя, я знаю, что оно тебе не нравится Но я прям очень хочу Прям вообще Я слушаю Ты не догадываешься, какое это имя? Я тебе его уже озвучила Роберто Какой Роберто? А кто? Леон А, Леон Мне очень нравится Это прям вообще Я прям Оно мне даже снилось Неплохое Леон, Лео Леон Теснилось это имя? Мне снилось, да Мне снилось имя Леон Ну Леон это полностью Леон Леон Евгений Ну оно такое красивое Ну не знаю, но с того, что я И как его будут назвать? Леня? Лео Леня это вообще совсем не то Это Леня, а это Лео Ну вроде Леопольд какой-то Кот вроде Ну реально, ну котов так называют Лео, Лео На, на, на Собачки какие-то Лео, иди сюда Очень красивая Очень необычная и красивая Лео Хорошо, что еще есть? Есть варианты? Даже уже не хочу Ну скажи, говори Ну давай, нормально Ну это же нормальное явление Мирон Точно не Мирон Сразу говорю Ну вот Сразу можешь его вычеркнуть Сава Кто? Сава Сава? Сава Ты издеваешься? Орел, блядь Ну с вами Не Да не, ну ты шо Я сейчас умру от таких имен Я специально выбирала такие имена Чтобы Ребят, никого не хочу обидеть Если кого-то зовут так, как Ника назвала Серьезно Никого не хочу обидеть Но просто В моей голове складываются какие-то все-таки другие Ну у тебя какое-то видение старческое Нет Оно должно быть мягкое Какое-то такое классное Ну я не хочу назвать так, как всех называют Я хочу такое имя, чтобы оно слышалось Вот как Виталик говорил Там Ларион, да? Вот я, например, такого имени никогда в жизни не слышала Вот это цепляет Я понимаю, но мы не в Европе живем А мы живем, бля, в стране Ну Ларион же живет в Украине Виталиковой, правильно? Не знаю, там в лагере с ним в Артаке познакомился Ну, так Артак это международный лагерь Женя Туда со всей его мира съезжались Ну я не хочу обычный имен Ну, может, у тебя сын должен быть самый необычный А не какой-то Саша, Коля, Василий Мне нравится Карен Амир Это хачевские имена Ты шо, армянин, азербайджан Ну, кипец, ну мне нравятся такие имена Шо я сделаю? Нифига себе То есть, когда я называю тебе имену Амир, Карен Шо мне еще нравится? Я в шоке Женя, то есть у меня, когда я называю имена Ты говоришь, что это американские имена А у тебя ни капец, какие украинские, да? Ну, такие чисто Какие? Чисто армянские Ты шо, армянин? Нет Будут говорить, что я где-то залетела от кого-то другого И ты воспитываешь нашего ребенка Ну, шо это такое? У Жени, блин, Карен Карен, Амир Боже мой Амир красиво? Амир? Нет Это мир Нет Амир Нет Ну, ты прикинь Нет Амир Как бы красиво было Амирчик, зайчик Нет Амирчик, мальчик Иди сюда Маленький Амир Прикинь, как красиво С миром связано Не хочешь, да? Не нравится Амир? Понятно, понятно Мы не придем с тобой Это мы Я не знаю, что делать с именем У тебя был И Тина Давай, у меня последний Я сейчас тоже буду, блин, сидеть в телефоне, значит, искать, короче Тихон Как правильно назвать Кто? Тихон? Тихон Не, не хочу Тихон Томас Он отвечает Томас? Томас Ну, это как Томми Джерри Я так и знала, что у тебя будет сравнение с Томми Джерри Только не Томас Томас, блин Теодор Теодор Так, ну, это какой-то, блин, рыцарь, блин, Теодор Нет Я не знаю, ну, ты имена какие находишь Интересно Ну, красивый Средневековый, увы, такие Майкл Майкл? Ну, это американец Майкл Жаль, все Мне нравятся такие имена Но они именно чисто под Америку, пойми Это Ну, это чисто Ну, а чисто под наше украинское Это как предлагают Там Кто-то предлагал Там, я видела Там Саша Богдан Там Миша Леша Предлагали Я такие имена Это чисто наши славянские, украинские имена Такие Ну, не хочу Я хочу, я хочу, что-то необычно Мне нравится Леон Конкретно мне Мне нравится Лео, Леон А если назвать Валерий? Я знаю Это твой фан-клуб Предлагал тебе? Фан-клуб мне предлагал Говорит, дочка Валерия Евгеньевна Это будет Валерия Евгеньевна А это будет Валерий Евгеньевич Нет Мечта Даже вот Меня У меня 25 лет Мама назвала меня Вероника А сестру мою родную назвала Маргарита И все всегда ей говорили Боже мой, какие у вас красивые И у меня всегда была цель Если у меня будет ребенок У него будет такое имя Которое, ну, нигде не встречалось Вот что, ты услышишь Так что, Ника везде встречается И Марго Ну, это мама меня назвала Ну, так красиво назвала, значит, можно А зачем называть как-то американским именем? Ну, сразу подумает Это вы что, с Америки или что? Ну, что тебя цепануло, когда ты услышал Инна Даниэла? Вот почему тебя цепануло? Ну, как можно ребенка назвать Майкл? Обычно Ну, это северо... Это афроамериканцев называют так Ну, как? Ну, тебе сразу... Тебе все сразу скажут У тебя шо, блин, это муж Где-то живет в Колумбии, в Америке, в Мексике Да, а когда я назову сына Карен Мне будут все говорить Ты шо, залетела от хача И бросила ребенка на Женю? А какого Карена ты от себя представлялась? А почему тут Карен? Карен это армянское имя вообще-то А Амир это вообще арабское имя Ты шо? Арабское, да, классно Ну, а ты тут при чем? Я бы туда бы в эту степь бы... То есть мне американским именем называть нельзя А тебе арабским и армянским можно? Ну, мы ближе сюда к армянам, к всем остальным Я шо, ты себе? Я не буду себя красиво называть армянским именем Я шо тебе? Ну, точно не американским сразу тебе говорю Ну, тогда извини Значит, надо как-то думать что-то и искать Ну, что ты думай, почему я одна должна думать? Ну, я сейчас буду тоже искать Я же еще не искал ни одного имени Сейчас я включаю телефон и буду искать Все, ребята, сейчас буду, короче, искать точно так же имя Потому что надо с этим покончить уже Не скоро мы с этим покончим Да найдем мы, господи, имя Шо ты... Я тебе еще в 2 секунды найду Какое имя, имя, человек А вот даже не ищи, потому что я уже даже страшно представить, что ты там наищешь Сейчас, ребята, найду и потом приключимся Субтитры сделал DimaTorzok